После очередной рабочей недели законный выходной. У каждого человека на этот день свои планы. Поэтому кто куда. Любителей ловить ручевую форель как магнитом притягивают горные реки. И конечно же сосны, растущие по их берегам. Они подкупают прохладой, несравненным хвойным ароматом. И едут рыбаки за всем этим на своих вездеходах по горным ущельям. Вот и я тоже еду. В этот раз оказался в компании местного рыбака из поселка Орджоникидзовский, что вблизи города Карачаевска. К Андрею. Отцом ему с детства привиты любовь природы, местным рекам и любимому занятию – кружению рыбы. И вот Андрей стал одним из лучших мастеров по ловле кубанской форели на натуральные приманки. В результате ловли пеструшки, так называют форели, часто травмируются. Таких было решено оставлять для собственного пропитания на ужин. Количество рыбешек, которых мы решили не отпускать обратно в реку, понемногу увеличивалось. Как я уже говорил, Андрей для ловли пеструшек использует натуральные приманки – насекомых. Переносит их в подвешенных на шее увлажненных тряпичных мешочках. Эти маленькие существа являются основным кормом форелей и обитают здесь же, под водой. Собирают насекомых так – переворачивают прибрежные камни. И вот одно из них – личинка комара-поденка. Среди местных рыбаков она часто называется букан. Обычно не любит, когда ее держат на воздухе. Старается уползти в воду или под камень. Это на редкость ленивая. Приходится подталкивать. А вот другая. Личинка насекомого веснянка. Более крупная и агрессивная. Как и первая, любит прятаться под камнями. Сейчас Андрей насаживает букана. Причем начинает, и это очень важно, с головной части. Способ ужения рыбы Андреем называется ходовая ловля ручевой форели в отвес. Здесь применяются довольно длинные телескопические удилища, иногда достигающие 7 метров. Ручок заглатывает очень глубоко. Очень глубоко заглатывает. В принципе, такого бы желательно отпустить, но, к сожалению, не получится. Отец и учитель Андрея Владимир. Спасибо. Спасибо. Этот способ ловли форели требует предельного внимания и терпения. Иногда рыба, по известным только ей причинам, теряет активность, перестает клевать. И вот тогда терпение и настойчивость играют решающую роль. Тот, кто этим качеством обладает, обязательно вернется домой с уловом. На реке Андрей заметил довольно крупный камень, который ниже себя создал райское место для стоянки форелей. Андрей наверняка попробует обловить этот участок. И вот здесь можно обратить внимание на проводку рыбаком, наживки по дну. Это плавные движения удилищем, колебательные, вверх-вниз, направлением по течению. С каким вниманием он ждет тычка, то есть поклевки? Первая проводка не принесла результата. Желательно повторить. Все равно не везет. Возможно, кто-то из рыбаков накануне уже побывал здесь и выудил рыбу. Остается перейти в другое место. В качестве наживок для ловли форели используют не только насекомых, но и мелких ребешек. Чтобы это увидеть, ненадолго перенесемся на Большой Створопольский канал. Там другой рыбак Александр применяет именно этот вариант поимки пеструшек. Наживца. Скажите, пожалуйста, вот я смотрю, вы специалист по форели. Что вы можете сказать о форели? Ну, насчет специалист, ну, будем говорить так, более-менее где-то. Некоторые опыты есть. Форель – это моя любимая рыба. Очень интересная рыба. Сильная, мощная и очень трудно ее поймать. Крупную я имею в виду. Этим я занимаюсь уже много лет и езжу сюда специально за крупной форелью. Мелкая меня не интересует. А, скажем так, вы крупную форель больше любите ловить в каких местах? Или вообще форель, скажите? Где, какие места вам больше нравятся? Мое самое любимое место – это канал. Большой Ставропольский канал? Большой Ставропольский канал. Многие считают, что чем мельче форель, тем она вкуснее почему-то. Есть такое мнение. А я придерживаюсь другого мнения, как приготовить. Я заметил, у вас очень интересная оснастка, на которой вы ловите форель. Вы не могли бы показать ее поближе? Все очень просто. Крючок к нему крепится на коротком поводке, тройничок. И цепляется вот пескарик. Цепляется вот так. Размер крючка большой роли не играет. Большой крючок – это ничего страшного. Только немаленький. И небольшой тройничок. Тоже заметной роли он не играет. Рыба бросается, в общем-то, на жильца. Над каналом солнечная погода. Пеструшки в такую не активны. А значит, вероятность поклевки у Александра невелика. Поэтому перенесемся обратно в горы, к Андрею. Там ситуация с погодой такая, которую форели любят. В Японии форель называют рыба дождя. И действительно, пошел дождик, воросящий. У меня уже мокрая спина. И форели стали ловиться одна за другой. На что поймал? На бука на поймал. На бука, да? Да. Ну, сильно заглотил, да? Да, сильно. Крючок он полностью объел. Ну, берет сабад, но хорошо это, долго берет. Вот, растыпал конкретно. То есть, другими словами, мы его не отпустим, да? Да нет, давай возьмем его. Значит, приготовим с него что-то. Что-то, дорогие. Под конец дня, когда все проголодаются, встанет вопрос. А что будет на ужин? На мой взгляд, самым уместным окажется запеченная на углях рыба. Предварительно завернутая в фольгу с добавлением ягод. По берегам растет земляника. Она наилучшим образом дополнит рыбу и вкусом, и ароматом. Я подумал, что тянет людей в эти места, кроме ловли форелей. Наверное, красота. И чистейший горный воздух, увлажненный рекой. Наполненный запах сосен, нас окружающих, и ароматами всевозможных цветов. Мы немного устали за день, проголодались. Переехали в место, где можно найти большую поляну, чтобы развести костер для приготовления ужина. Место оказалось прекрасным. И костер был разведен, и рыбы для собственного пропитания было поймано достаточно. И ягод для предстоящего блюда хватало. Но темнело быстро. Начал срываться мелкий дождик. Это не позволило в этот раз снять на камеру финальное блюдо, как часто я это делал. Поэтому, поверьте на слово, оно было невероятно вкусным. И в следующих передачах, и этот момент, обязательно повторю. Всем веселых и запоминающихся рыбалок. Пока. Сергей Бугаев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok